МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал АВИННО ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских конслагерей. Тяжелые детские воспоминания они пронесли через годы. Активными темпами идет строительство новой поликлиники в микрорайоне Пригород-Лесное. Все работы выполняются в соответствии с графиком. В музее-заповеднике Горки-Ленинске открылась выставка мастер посмертного лика Сергей Меркуров – скульптор, отразивший эпоху. За всю свою жизнь он снял их около 300. Ежегодно во всем мире 11 апреля отмечается день освобождения узников фашистских конслагерей. По этому случаю на Аллее славы прошел традиционный митинг у памятника «Непокоренные». Они, пройдя бараки и колючку, поставили себе святую цель. Пусть нам не довелось, но будет лучше на всей планете жизнь ее детей. К сожалению, все меньше остается живых свидетелей Великой Отечественной, прежде всего это дети войны и малолетние узники фашизма. Именно к ним были обращены все теплые слова в этот день. Тяжелые детские воспоминания они пронесли через годы. Их жизненный подвиг служит нам нравственным уроком. Пережив страшные испытания, они сохранили человеческое достоинство, веру в добро и справедливость. Низкий погон всем узникам конслагерей. В общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Ленинского округа сейчас 32 человека. Несмотря на возраст, они активно участвуют в воспитании подрастающего поколения, оказывают помощь в проведении различных мероприятий. И хотя говорится, что время лечит, но забыть ощущение, когда веяло холодом и пахло голодом, невозможно. Прошло уже очень много лет, но ужасы войны с ними навсегда. Бабушка, акцент ее был на всю жизнь, ее возглас. Говорят, привезли, и лежит уголек, обсянутый кожей. И только руки трясутся, и глаза бегают. У нас была семья, отец сразу ушел на войну, а мама осталась с нас четверо детей. Увозили, угоняли нас, потому что они жили в нашем доме, немцы. И потом нас угоняли. В моей жизни, окроме концлагеря, я еще присутствовала при расстреле еврейского населения. Была вырыта глубокая яма, и все наше население из деревни значит, пригнали туда под дулом автоматов, и деревенское население присутствовало при расстреле еврейского населения. Завершился торжественный митинг возложением цветов. В развитии сферы здравоохранения особое внимание вделяется строительству новых поликлиник. В Ленинском округе продолжается возведение трех медицинских учреждений, которые откроются осенью 2025 года. Одно из них находится в микрорайоне Пригород-Лесное, где побывала наш корреспондент Инга Янчук. В микрорайоне Пригород-Лесное продолжается строительство одной из самых крупных поликлиник Подмосковья. Она рассчитана на тысячу посещений в смену для 500 взрослых и 500 детей. Строительство поликлиники началось в мае 2023 года. Одновременно на объекте трудится 90 человек, и большая часть работ уже завершена. На данный момент в здании установлены окна, подведены канализация и водоснабжение, запущено отопление, а также возведен черновой фасад. Рабочим осталось произвести обустройство кровли и отделку помещений, после чего будет сделана облицовка здания. Выполняется подготовка к проведению работ по благоустройству. В принципе, все работы выполняются в соответствии с графиком производства работы. Работы по благоустройству начнутся уже в мае. По периметру поликлиники будут проложены внутриплощадочные дороги, тротуары и ограждения. К концу года объект будет готов. Также строительство новых поликлиник производится в Южной Бице и в деревне Сопронова. Открытие всех трех медицинских учреждений запланировано на 2025 год. Инга Инчук, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. Сейчас им уделяется особое внимание. Из-за возраста многие из них уже не имеют возможности самостоятельно ходить в поликлинику. Для того, чтобы хотя бы немного облегчить их жизнь, медицинский персонал проводит осмотры на дому. В ходе диспансеризации мы выявляем риск возникновения тех или иных заболеваний, а также проводится контроль уже имеющихся заболеваний. По результатам диспансеризации даются необходимые рекомендации, а также, если требуется, направление к узким специалистам и на дополнительное обследование. Одна из таких выездных бригад приехала на дом к ветерану Великой Отечественной войны Александру Ковальчуку. Ему сделали электрокардиограмму, померили давление, проверили сатурацию кислорода в крови, взяли общие и биохимические анализы крови. По завершении осмотра врач-терапевт дала Александру Александровичу консультацию. Это их служба. Спасибо им за это. Я очень доволен. Персонал медицинских учреждений будет и дальше следить за здоровьем ветеранов, проживающих на территории Ленинского округа. Фестиваль «Город танцует в парках» возвращается. Стартовал прием заявок на участие во втором сезоне Московского областного фестиваля современного танца. Масштабный танцевальный конкурс пройдет под руководством заслуженного артиста России хореографа Егора Дружинина. Принять участие могут коллективы в составе до 25 человек. Возраст танцоров от 10 до 25 лет. Желающим побороться за звание лучших и выйти на новый профессиональный уровень следует поторопиться. Оставить заявку на участие можно до 17 апреля включительно на сайте «Город танцует.рф». Всероссийская научно-практическая конференция для педагогов прошла в детском саду «Ромашка». Воспитатели провели открытые занятия и поделились с коллегами своим опытом и наработками. Продолжит тему Олеси Мордвинова. Такие конференции проходят ежегодно. Тема обсуждения, как всегда, актуальная. Профессиональная подготовка педагогических кадров. В рамках этой конференции проводится семинар-практикум по повышению профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования. Сотрудничество науки и практики всегда дает хорошие результаты. Так на основе опыта педагогов появляются методические пособия, которые становятся частью программ повышения квалификации. «Мы взаимодействуем с этой организацией как с академической площадкой. То есть мы занимаемся наукой, связанной с задачами дошкольного образования. Коллеги с нами взаимодействуют в том направлении, что опробируют то, что мы предлагаем на практике». Педагоги поделились своими идеями в работе с детьми с ограниченными возможностями, в том числе с нарушениями зрения и речи. «Результаты хорошие, потому что дети, приходя к нам в первый класс, конечно, отличаются. Они подготовлены, они умеют говорить, они умеют размышлять, они уже учатся защищать проекты». В программу включены самые важные направления работы с дошкольниками – познавательная и исследовательская деятельность, речевое и художественное эстетическое развитие. «Я даже без этого вижу». «А я увидела кольца». По количеству колец можно определить возраст дерева. По словам коллег, это достойный пример реализации педагогической деятельности. «Хочется отметить высокий профессионализм педагогических работников данного учреждения и отметить, что они самосовершенствуются постоянно. И то основное требование, которое у нас сейчас есть – обучение в течение всей жизни, у них это присутствует». Дошкольный возраст уникален. Именно тогда закладывается фундамент для дальнейшего развития ребенка. Олеся Мордвинова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В музее-заповеднике Горки-Ленинске открылась необычная выставка, получившая название «Мастер посмертного лика». Сергей Меркуров – скульптор, отразивший эпоху. Максим Козлов был одним из первых, кто посетил экспозицию. Имя советского скульптора Сергея Дмитриевича Меркурова неразрывно связано с музеем-заповедником Горки-Ленинский. Здесь расположено несколько его работ, одну из которых – «Смерть вождя», наверняка знают все посетители усадьбы. Теперь сотрудники музея раскрывают еще одну грань таланта Сергея Меркурова. Суть этой выставки в том, что мы решили показать одну из самых неизвестных властей его деятельности – это посмертные маски. За всю свою жизнь он снял их около 300 штук, и они достаточно редко выставляются у нас в стране. В экспозиции представлено 12 масок. Среди знаковых фигур эволюции, таких как Свердлов, Держинский, Троцкий, Фрунзе, можно увидеть лики двух советских поэтов – Сергея Есенина и Владимира Маяковского. Снятие маски – это на самом деле целое искусство, снятие хорошего слепка маски. И Меркуров его как раз в нашей стране возвел в достаточно высокую степень. Неспроста Сергей Меркуров говорил, что маски – это исторический источник документальной слепок эпохи. Эти экспонаты выставляются очень редко, их требуется хранить в особых условиях. Две маски сделаны не Сергеем Меркуровым. Слепок лица Иосифа Сталина снимал Матвей Манизер. Льва Троцкого – мексиканский скульптор Игнасио Асунцоло. В музей ездил по стране и в музеи собирал, брал копии, масок. Так мы и собрали коллекцию. Это наш фонд тогда находится. Естественно, что центральным объектом выставки является лик вождя мирового пролетариата, который, впрочем, можно увидеть в постоянной экспозиции. Вот, например, маска Владимира Ленина была снята Меркуровым как раз здесь, у нас в Горках. И у нас в Большом доме, в усадьбе, где, собственно, скончался Владимир Ильич, хранится один из первых слепков с оригинальной маски, сделанной с вами Меркуровым. Выставка открыта в Южном флигеле усадьбы Горки и будет работать до 31 августа 2004 года. Максим Козлов, Алексей Астафуров, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Фестиваль эстрадной песни «Эдельвейс» проводится в нашем муниципалитете уже более 20 лет. Благодаря конкурсу на местной сцене появилось не одно поколение талантливых артистов, выступающих на окружных мероприятиях и не только. На отборочном туре фестиваля побывал Дмитрий Книга. Во Дворце культуры «Видное» состоялся отборочный тур фестиваля конкурса эстрадной песни Ленинского городского округа «Эдельвейс-2024». В этот день на сцену вышли представители разных музыкальных жанров – от самых маленьких до уже состоявшихся музыкантов. Сегодня у нас 116 заявок. То есть это достаточно большое количество. Очень приятно, что конкурс пользуется популярностью среди наших жителей и ежегодно поддерживает себя примерно в том же объеме участников. Артисты выступали как сольно, так и в составе дуэтов, трио и вокальных групп. Несмотря на юный возраст, для многих участников «Эдельвейс» стал уже традиционным ежегодным мероприятием. Я принимаю участие в этом конкурсе не первый раз. Еще коллектив будет петь мой. Я пою песню «Отличница». Эмилия Сибогатова немного волновалась перед выходом на сцену, но во время выступления ее поддерживала семья. Я вижу, как ребенок раскрывается каждый раз, как она по-новому себя раскрывает и ощущает на сцене. То есть это очень здорово влияет на ее раскрепощение, на самооценку, на ее уверенность. Коллектив из дошкольного отделения Лопатинской школы собрался недавно, но уже готов показать зрителям, на что способны подрастающие таланты. Здесь детки 6-7 лет. Занимаемся мы всего-навсего полгода, но уже имеем опыт выступления. Мы выступаем и в своем детском саду, и в школе, там, где нас приглашают. Девочки из образовательного центра «Старт» подготовили для выступления на конкурсе патриотический номер. Было очень смешно. Мы пошли в подъезд, там репетировали, потому что потолки, что были высокие, не было люстр, ну, флаги большие, соответственно, и вот так вот это репетировали. Выступление участников оценивало профессиональное жюри. Лучшие артисты вышли в финал конкурса, который пройдет 20 апреля здесь же, во Дворце культуры. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова